А перед началом ролика хочу вам посоветовать мою группу ВКонтакте Скорая помощь компьютеру Здесь вы можете задать свой вопрос и в кратчайшее время получить на него ответ Ссылка на группу будет в описании Подписывайтесь на группу, мы вас ждем Итак, перед тем как прошить наш телефон Vibe K5 Нам нужно будет авторизироваться на сайте На их форуме Lenovo Давайте все это сделаем Я уже перед этим зарегистрировался И если у вас не получится зарегистрироваться Я вам могу скинуть свой логин и пароль Значит, я вам эту ссылку скинул Заходим и здесь нажимаем Переходим во ту новую вкладку В принципе, я наверное сразу вам дам эту вкладку И здесь есть скачать прошивку Есть два варианта будет Будет вариант на сайт, где можете скачать оригинал Или же я вам скину свою ссылку сразу на mail.ru Я туда перезалил этот файл Потому что бывает такое, что данные файлы со временем Почему-то удаляются с форумов И после очень трудно их найти Поэтому я сделаю и на форум ссылку И ссылку сразу себе на mail.ru Итак, наш файл нужно будет разархивировать Сейчас, что я в принципе и делаю Видео я немножко подрезал Потому что файл занимает больше 1 гига Поэтому скачивался он Немножко много времени Поэтому это все я врезал Так, сейчас снова я подрежу видео Итак, наш файл скачался Теперь нам нужно будет зайти И первым делом нам нужно установить драйвера Нам там дается 4 варианта, по-моему, драйверов Сейчас я зайду Как видите Здесь есть файл setup Который мы устанавливаем И Lenovo Вот эти драйвера Это вы устанавливаете через диспетчер устройств Если у вас что-то не получится И смотрите, какая у вас разрядность вашего компьютера Нажимаем свойства мой компьютер Смотрим, какая у нас разрядность нашего ПК То есть, какую мы Windows поставили 64-битная у меня Это все разархивируем И если наш драйвер не будет устанавливаться Через диспетчер устройств Вот как я сейчас делаю Он у вас здесь будет как неизвестное устройство Или как там по-другому Обновить вручную Указывайте папку, где находится Вот этот, что мы только что разархивировали На 64-разрядную систему Указывайте эту папку И система сама подкачает нужный для нее драйвер Главное, чтобы галочка стояла Включить поиск Вот там ниже есть Итак, все это вы делаете Если у вас установка Но я обойдусь простыми решениями Это установить сетап И для Lenovo Это, перед этим я вам показывал варианты Если у вас что-то пойдет не так Все это устанавливаем Соглашаемся В принципе здесь ничего сложного нет Я думаю, кто немножко разбирается Прошивки телефона Он поймет, что это банальные вещи Итак Далее нам нужно будет установить Библиотеки То есть там Visual C 10-го года Но так как у меня Windows Полностью Windows 7 Полностью обновлена До последних обновлений У меня лицензия И я ее обновляю Потому что это есть безопасность Тогда Я их не буду устанавливать Я просто покажу Что вот это нужно вам будет установить Как видите Сейчас мне показывает Что у меня уже установлена То есть переустановка Это мне не нужно Но если у вас будет То есть предлагать Реально установить Как начистую Тогда устанавливайте По-любому Так И теперь нам нужно будет Установить собственно Саму программу С помощью которой Мы будем прошивать Наш телефон Я почему решил Снять это видео Потому что Нигде в интернете Я не нашел ничего толкового И видео Которое я буду показывать Как шить телефон То есть с камеры Телефона уже в руках Я взял С другого канала За что ему большое спасибо Надеюсь он не против Там пару секунд Потому что у меня уже Телефона этого нету Я как бы Хотел записать Но не успел Не было возможности Поэтому давайте Вот это все Сейчас она установится Наша программа Зайдем в пуск Выберем наш Нашу утилиту Смотрите Вот это наша прошивка Я сейчас перешел Вот Сколько файлов Выбираем все программы И ищем здесь Нашу утилиту И так Для начала Нам нужно Вот это я взял видео Для начала Нам нужно сделать Резервную копию Резервную копию То есть Бэкап Сделать системе Потому что Леново Такая штука Что здесь Постоянно слетают Всякие там Еепром И так далее То есть Не нужно шутить С этим Все таки Сделайте Резервную копию Давайте представим Так что у нас У нас драйвера Уже установлены Поэтому мы Зажимаем Выключаем Телефон Зажимаем Кнопку Громкости Вверх И когда Телефон Выключен И зажата Кнопка Громкости Вверх Мы подключаем USB И вот такое Вот меню Мы увидим У себя На телефоне Тогда Когда мы Откроем Нашу программу Мы увидим Что обнаружен USB То есть Наш телефон Программа Видит После этого Когда она Его увидела Заходим В это меню Выбираем Бэкап Бэкап Делается Видите Ниже Загружается По адресу C Темп И так далее То есть По этому адресу Наша будет Бэкап Собственно Автор этого Видео И показывает Что оно там И лежит Все Когда мы Уже сделали Бэкап Вот Тогда мы Можем Зайти Уже Нормально Программу Выбрать Здесь Первую Не на второму Стоит галочка На первую Выбрать Сейчас я Выбираю Есть так И нажимаем Брауз То есть Путь Указать путь Нажимаем И чтоб Долго Не играться Я копирую Путь Сразу В той папке Где у меня Прошивка И вставляю Сюда Нажимаю Enter Выбираю Файл Теперь Здесь Нажимаем Снова Переходим По этому Пути Где лежит И выбираем Этот файл Теперь нам Программу Еще раз Предлагаю Выбрать Другой Файл Выбираем Все Как видите Мы уже Все выбрали Теперь Когда мы Подключим Наше Устройство Нас Там Виша Где Нов Порт Появится Наше Устройство И мы Нажимаем Кнопку Download И после Того Когда мы Нажмем Кнопку Download Наше Устройство Начнет Перепрошиваться Надеюсь Это видео Было Полезно Если Да Ставьте Лайки Пишите Комментарии Кстати Сделайте Пожалуйста Репост Это Очень Важно Для Моего Канала Всем Пока Субтитры